Привет, друзья! Сегодня наш обзор посвящен пуховому спальнику Marmot Hydrogen. У Marmot есть целая серия ультралегких пуховых спальников с разными температурными режимами. Их всех объединяет то, что в них используется гусиный пух с показателем Fillpower 800, а также внешняя ткань Pertex Quantum плотностью 20 DEN. Это дает возможность производителю создавать спальники с впечатляющим соотношением веса и температуры комфорта, при этом не забывая о деталях, которые делают использование спальников максимально удобным. В украинских магазинах Marmot Hydrogen стоит около 360 долларов, он существует в размере Regular и Long. В стандартном размере он подходит для туристов ростом до 185 сантиметров, весит такой спальник 665 грамм, в размере Long он весит на 105 грамм больше. Marmot заявляет температуру комфорта в минус 1 градус, но на этикетке мы видим, что это температура комфорта для женщин, предел комфортной температуры для мужчин минус 5 градусов, и это очень хороший показатель для веса в 665 грамм. В комплекте, кроме спальника, есть сетчатый чехол для хранения и транспортировочный чехол. Он без компрессионных стяжек и сделан из плотного материала, я бы заменил его на более легкий чехол, например, из тонкой силиконизированной кордюры с возможностью компрессии. Внутреннее наполнение спальника, как мы уже говорили, это гусиный пух с филпауэр 800, обработанный специальным гидрофобным средством. Таким образом, даже в длительных влажных условиях спальник будет сохранять свои термоизоляционные характеристики. Внешняя ткань также обработана специальным водоотталкивающим средством, можно не бояться скапывающего стенд от палатки конденсата. Спальник разделен поперечными пуховыми пакетами для того, чтобы пух не мигрировал внутри. Швы не сквозные, а теплые в местах швов всегда есть прослойка пуха. У спальника достаточно длинная молния, это редкость для ультралегких спальников. С удобным двухсторонним зиппером спальник легко застегивать изнутри. Конструкция зиппера, а также специальные планки по всей длине молнии помогают не зажевывать ткань. Но самое интересное, у спальника есть дополнительная вторая короткая молния с противоположной стороны. Благодаря ей можно, например, удобно сидеть в спальнике. Капюшон затягивается только сверху, но когда лежишь в нем, это не вызывает никаких неудобств. Нижняя планка капюшона достаточно короткая, и ее нет необходимости затягивать. В целом у фирмы Marmot получился очень легкий, как для такой температуры комфорта, спальник. Производитель даже при таком весе смог вместить в него полезные детали, такие как дополнительная молния, двухсторонний зиппер и планка от зажевывания ткани, которые делают использование этого спальника максимально комфортным. Спальник внутри достаточно просторный, даже в размере регуляр, с удобной анатомической формой капюшона, в нем действительно удобно спать. Спасибо за внимание и до встречи в горах!